Приветствую! Мобилизация с 20 до 50 лет. С таким тезисом сегодня выступил Роман Костенко в интервью УП. Роман Костенко, напомню, это не просто депутат, это секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. То есть это профильный комитет Верховной Рады, который оценивает все законы, которые касаются мобилизации. То есть все проходит через них. И вот секретарь этого комитета поднимает вопрос о том, что нужно призывать мужчин в возрасте от 20 лет до 50 лет. А после 50 лет разрешить добровольно вступать на воинскую службу. Объясняет он это все тем, что после 50 лет нет здоровья у человека достаточно, чтобы быть штурмовиком. Ну, тут вообще вопросов нет, никто с этим не спорит. А как раз он переносит вот эту часть штурмовую, скажем так, на тех, кому от 20 лет. Потому что, мол, у них есть здоровье, энергия и все, поэтому нужно их призывать. И все было бы хорошо, возможно, даже мы бы посчитали это логичным. Но есть одно но. За несколько дней до этого выступил Федор Венеславский. И Федор Венеславский нам сказал о том, что якобы наши западные партнеры предлагают начать призывать с 18 лет. И вот тут уже закрадываются некие сомнения, да, а почему вообще ставится вопрос о призыве с 18 лет? Почему западные партнеры этого требуют? Мы вообще же, да, когда были выборы, мы выбирали президента, мы выбирали депутатов, которые должны представлять наши интересы и принимать решения в наших интересах. Но это все, понятное дело, в идеальном мире, в котором, к сожалению, мы с вами не живем. А реальность вот такая. Сначала выступает Федор Венеславский, да, с разговорами о том, что Запад хочет, чтобы мы уменьшили призывной возраст. Теперь уже выступает секретарь парламентского, профильного парламентского комитета. И мы говорим, соответственно, о чем? О некой тенденции и о неком вводе в общество, в общественное сознание, некой мысли, да, что надо призывать уже с 20 лет или с 18. Да, вот один 18 говорит, другой 20. То есть, ага, облегчение уже. Да, 20 лучше, чем 18. Вот, причем это подается под соусом, что вот там мы снизим, да. А зачем это, опять же, отдается? Для того, чтобы, ну, если вот с точки зрения технологии абсолютно не утверждаю, что там такая мысль есть, для того, чтобы не было единства, да, для того, чтобы были разные мнения по поводу одного и того же закона. А это будет однозначно идея продвигаться через один закон, да. В одном законе будет и о снижении до 50, и о снижении до 20. И мы не получим таким образом единства, потому что те, кому больше 50, будут однозначно поддерживать этот закон. Особенно, если у них нет детей, либо дети старше 25. Ну, а те, у кого дети помоложе, да, естественно, будут выступать против. Но я здесь хочу поговорить, да, и уже, по сути, говорю не столько о юридической составляющей, потому что юридическая составляющая всем понятна. Сейчас взяли закон ОВО и ВС, в смысле закон о воинской обязанности и воинской службе, и в нем поменяли, по сути, что там две статьи можно поменять. И этого достаточно, да, изменить граничный возраст и изменить там возраст для взятия на учет военнообязанных. И все. Депутаты проголосовали, президент подписал, все. Я хочу поговорить о другой стороне медали. Хочу поставить, ну, два вопроса, вернее, вопрос один, но рассмотреть с двух сторон. Вот это снижение до 20 лет. Это вопрос про мобилизацию или про политику? Что я имею в виду? Да, понятно, что это объясняется, что это вопрос про мобилизацию. В том смысле, что нам нужны, понятно, как и в любых условиях боевых действий, выносливые, сильные, военные. И здесь все выглядит логично, ну, как мне кажется, да, я не военный эксперт. Хочу, да, напомнить, кто впервые видит меня вообще, я адвокат, я не военный эксперт. Вот, и с этой частью понятно нам, да, что мы расширяем круг лиц, которых можно призывать, и увеличиваем таким образом боеспособность ЗСУ. Но у меня есть другой вопрос, другая сторона медали здесь, политическая. Что я имею в виду? В последнее время вы наверняка заметили много разговоров о переговорах. Даже сам президент в интервью поменял риторику, да. Недавнее интервью, которое он давал, где он сказал, что границы, вернее территории, не обязательно отвоевывать, их можно будет вернуть дипломатическим путем. Где он говорил о том, что можно проводить переговоры с Путиным, хотя до этого был указ о том, что невозможно проводить. И о том, что надо, что можно приостановить боевые действия уже до конца года. И вот мы кардинально поменяли риторику, начиная, раньше мы говорили про границы 91-го года, а теперь мы говорим о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, а не военным. И переговоры возможны. Так вот у меня вопрос, а может это подготовка к переговорам? На самом деле. В каком смысле? Мы понимаем, что есть определенный плац людей, который говорит, нет, будем воевать до победного конца. И вот, обращаясь к этим людям, теперь мы говорим, окей, мы будем воевать, но твоего сына, которому там 18, 19, 20 лет, мы завтра будем призывать. Ну, а у меня нет сомнений, честно, что если введут граничный возраст, понизят, то для студентов уберут отсрочку. Ну, иначе это бессмысленно, понижать возраст и оставлять отсрочку студентам. Ну, это нелогично, потому что это тот возраст, который все учатся там, по сути. Либо поступят сейчас и будут учиться, в этом году поступят. И вот этим людям говорят, окей, границы 91 года, только вот тебе, по сути, заранее ты готовься к тому, что будет повестка твоему сыну, которому 19 лет. И вот здесь, вот на этом этапе, такой человек может задуматься о том, хочет ли он границ 91 года военным путем. И такой человек уже легче будет воспринимать переговоры и условия этих переговоров. А условия, ну, мы понимаем, что условия вряд ли будут такие, как мы хотим, да? А мы хотим границ 91 года, естественно, с возвращением Крыма, с атрибуциями, с репарациями, со всем. Ну, это в идеальном мире такое возможно. Вряд ли мы живем в идеальном мире, хотя бы очень бы хотелось. Вот. И вот, а что вы думаете по этому поводу? Это вопрос все-таки про политику, либо про мобилизацию, снижение мобилизационного возраста. Давайте с вами обсудим этот вопрос в комментариях. Мне вот, правда, вот этот вопрос очень хочу обсудить, потому что я адвокат, да, в политике не политический эксперт, но интересно будет почитать ваше мнение. На этом, наверное, все. Встретимся с вами в комментариях. Вот. Ну, и, конечно же, пожелаю вам удачи, благополучия и мира, мира, еще раз мира. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова